Поделюсь своим опытом посещения того, что раньше называлось биржей труда, а сейчас называется бюро по трудоустройству. Я понял, почему в России нет безработицы. Просто безработным быть невыгодно. Поэтому человек, пришедший на биржу труда, либо быстренько трудоустраивается, вряд ли там ему помогают, проще самому найти работу, чем через биржу труда, либо его не признают безработным по каким-нибудь формальным признакам, которых море. Какому-то умнику, например, довелось придумать, что безработным не может быть тот, кто участвовал в учреждении какой угодно структуры, коммерческой, некоммерческой, все равно. Если ты учредитель, значит ты не можешь быть безработным. С какой стати? Вот я почему не могу быть безработным? Потому что 10 лет назад я где-то там поставил подпись среди учредителей. Больше я этих людей никогда не видел, разошелся с ними и не встречался, и не знаю ничего об их деятельности в течение 10 лет. Но организация, как выяснилось, существует. Причем там проводят собрание учредителей, без меня, меня не уведомляют. Всего два учредителя, я и второй учредитель. Естественно, никаких денег от этой организации я никогда не получал. Да и она не существует. То есть реально она, может быть, сейчас ведет деятельность, но незаконно, потому что не уведомляет учредителя о тех изменениях, которые происходят. И если была бы хотя бы к этому закону какой-то процедурный момент, то, наверное, делался бы запрос о существовании этой организации, о финансовых выплатах, о уставных документах, где должно быть прописано, каковы полномочия учредителей и могут ли они получать какие-то вознаграждения. Сама идея установить такой запрет абсолютно бредовая. А вторая, ну это один из элементов, там много всего. То есть ты подписываешь кучу бумаг на этой бирже труда, что ты вообще нигде и никак ни копейки не должен получать. То есть чтобы быть безработным, надо не получать нигде ни копейки. И еще соблюдать там кучу всяких процедур, связанных с тем, что ты вроде бы как ищешь работу, хотя ты через эти процедуры работу заведомо найти не можешь. Невыгодно быть безработным, потому что ты просто умрешь от голода. То есть соблюдая вот те процедуры, которые там предписаны и получая, если тебя вдруг признают безработным, получая соответствующее вознаграждение за это или соответствующую плату, ты просто умрешь с голоду. Я думаю, что вы сильно удивитесь, узнав, какая плата безработному в Москве, пособие по безработице. Вы думаете, она как-то сравнима с получаемой вами зарплатой на последнем месте работы или хотя бы составляет половину этой зарплаты? Нет. Давайте вместе посмеемся и одновременно поплачем. Безработный должен получать от государства, которое, в общем-то, обязано заботиться о рынке труда, 3,5 тысячи примерно. Это в Москве, потому что там еще московская доплата такая щедрая, что-то там 850 рублей, что ли. Вот в сумме, причем в эту сумму входит еще и компенсация транспортная, полторы тысячи, которую человек теряет, достигнув 60-летнего возраста и получая карточку, по которой он бесплатно ездит. То есть, если вам до 60, то вы получаете где-то 3,5 тысячи, а после 60 до 65 или там некоторое время будет чуть меньше для некоторых людей. Например, для меня я после 63 лет по нынешнему законодательству выхожу на пенсию. Будете получать еще на полторы тысячи меньше. И вот то, что вот этот остаток, он настолько считается масштабным, что ничем другим вы ниоткуда больше деньги не должны получать. Ниоткуда больше. То есть, вы должны просто элементарно сдохнуть с голоду. Я уже не говорю о том, что вы, естественно, не заплатите за квартиру, не заплатите коммунальные платежи. И вообще вы просто должны лежать бревном на диване и, в общем, просто помирать. Это официальное законодательство. При этом, не знаю, как в других местах, я только один офис посетил, вот там, куда записался. Записался я почему-то на проспекте Мира. А поехать мне пришлось на Севцеваражек, чтобы посетить офис, бюро по трудоустройству. Боже мой, там столько народу, там столько операторов. В смысле, я не говорю, что там народу, который хочет найти себе работу. Нет, там куча операторов, там охранники, там шикарное офисное помещение. Все оборудовано, в общем, прекрасная структура, отлично перерабатывает бюджетные деньги на свое существование. Но она абсолютно не нужна, абсолютно не нужна. В этой форме она не нужна. Конечно, никакого рынка труда в России не существует. Все эти кадровые агентства бесконечные, все эти там ХХРУ, Работа.РУ. В беседе с сотрудником этого бюро я и выяснил, что все это дело бесполезное, что знал и раньше. Я там свое резюме в нескольких местах вывесил. Но мне было сказано, что жизнь вообще сильно изменилась, и что теперь фактически речь идет об индивидуальном подборе работы. То есть нет такого места, где бы ты повесил свое резюме, а его бы кто-то прочел. Никто эти резюме не читает. Это мне было прямо сказано. Вы хотите найти работу, вы пытаетесь использовать информационные системы, вы пишете свое резюме, там заполняете кучу всяких граф. Все это висит и будет висеть бесполезно, как и у меня. Висело на ХХРУ, я когда-то сделал резюме, потом его подправлял, переправлял, как-то уточнял и так далее. Ну, 10 лет висело это резюме, ни одного обращения. Я еще подумал, какая бесполезная структура, ее рекламируют везде, а толку-то никакого нет. Ну, и мне было сказано, что все эти резюме читают только роботы. И роботы, по ключевым словам, чего-то могут подыскать. Но, а что им, собственно, нужно? Если вы приходите и у вас длительный период безработицы, то вам ничего, кроме быть где-нибудь полотером, не предоставляют. Потому что считается, что вы полностью дисквалифицированы. Несмотря на то, что диплом об образовании у вас вроде как выдан на всю жизнь, но если вы не работали, скажем, год или два по профессии, то вам по этой профессии ничего и предлагать-то не будут. И вы при этом будете актуально безработным, но реально вас никто не зарегистрирует безработным. Ну, по той простой причине, что если у вас есть, вы все-таки как-то выживали, значит, у вас есть какие-то источники доходов. И вы не можете выполнить кучу всех этих предписаний, которые зафиксированы законом и записаны в качестве основы деятельности Биржи Труда. Что же тогда остается-то? В общем, остается жить без этого так называемого «государства», которое не способно заниматься рынком труда, не способно обеспечивать людей работой, несмотря на то, что это жизненно необходимо для существования страны. Вроде бы мысль состоит в том, государственного строительства, чтобы все были заняты. Труда много не бывает, его всегда не хватает, всегда нужны люди для того, чтобы какие-то проекты осуществлять. Если режим построен иначе, если правовая система построена иначе, это режим самоубийственный. Видимо, общая стратегия некоторых олигархических бизнесов, или, может быть, всех олигархических бизнесов, перенесена и на государство. Это принцип выжигания. Для того, чтобы получить свою собственную прибыль и сверхприбыль, выжигается весь рынок. Это я хорошо знаю по книгоиздательской деятельности. Книжный рынок полностью уничтожен для того, чтобы такая кучка монополистов получала свою сверхприбыль, поглощала все бюджетные ассигнования, которые на этот счет иногда бывают, и предоставляла свою абсолютно некачественную литературу. Пусть даже проваливается общая культура людей, которые должны читать книги. Они не читают, потому что им предоставляют возможность читать мусор. Вот это все проваливается. А те, кто хотел бы издавать качественную литературу, все это систематически уничтожается. Или работать на грани рентабельности. Соответственно, тиражи очень небольшие, и выход на рынок очень сильно ограничен, потому что просто не пускают в те же самые книжные магазины. И электронная часть тоже, там тоже выжигание происходит. Там есть монополист, который в нескольких лицах зарегистрирован. Вы можете какие-то электронные книги покупать. Но это все те же самые люди, которые уничтожают всех остальных. Нет конкуренции. Также и в государстве, для того, чтобы чиновники получали сверхприбыль от своей деятельности, они должны уничтожить, ну, по сути дела, уничтожить все государство, весь народ. Не то, чтобы сразу одномоментно им было выгодно. Им выгодно, чтобы все подыхало. Поэтому такое законодательство, поэтому такая биржа труда, которая никого не может устроить. И работники-то там нормальные люди. Я с очень милой женщиной там разговаривал достаточно долго. Она все, что только можно из меня было вынуть, записала там в их базу данных. Ну, и понятно, что там те предложения, которые тут же они мне начали делать, я уже такие видел. Они никакого отношения к моей профессиональной деятельности, к моей профессиональной ориентации и к квалификации отношения не имеют ровным счетом никакого. То есть это либо какие-то игры, когда ищут, не знаю, не знаю чего, там, иголку в стоге сена, и просто выставлены на показ эти запросы, но никого не собираются принимать на соответствующие должности. Они там с высокими зарплатами указаны, но туда даже бесполезно обращаться. Либо это настолько ничтожные зарплаты объявлены, что для выпускника вуза это нормально, а для человека вроде меня, естественно, это ненормально. То есть для человека с опытом работы, с какими-то достижениями и так далее. Рынок труда полностью мертв, и он не сам собой умер, он уничтожается нынешним политическим режимом. Поэтому либо мы выживем, либо они. Одно из двух, другого быть не может. Сейчас мы подошли к тому кризису, который может уничтожить и тех, и других, и нас, и их. Мы и они – это самые злейшие враги. Просто многие об этом не знают, догадываются, но не знают. Или догадавшись, не знают, что с этим делать. Что делать дальше, все время спрашивают, а что же делать, а что же делать. Взрослые люди спрашивают, а что же делать. Ну, вот могу сказать, что на биржу труда идти бесполезно. Там вам ни работы не найдут, ни пособия не заплатят. А если даже признают вас безработным, то вы должны сдохнуть от голода. Ну и там получить нарастающий долг по всем платежам, которых вы избежать не сможете. И какой итог мысли состоит в том, что на вопрос, что делать, вы должны ответить. И этот вопрос касается лично вас. Что вы лично должны делать в этой ситуации. Что вы лично должны сделать, чтобы мы все вместе коллективно не сдохли под воздействием вот этого режима, который всем нам желает только смерти. Слава Руси! Господи, спаси! Слава Руси!